Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Бога откровенной псалтири. По имени Господи Царя Давида и всю кротость его. И сегодня мы будем читать 137-й псалом, это небольшой псалом, он насчитывает всего 8 стихов, и он имеет надписание по саптуагенте «Псалом Давида, Агея и Захарии». Это два пророка, пророчество которой входит в сборник 12 малых пророков, которые находятся в Библии. По-славянски он называется «Псалом Давиду, Агея и Захарии». Церковно-славянский всегда следует за греческой саптуагентой, а по-еврейски он имеет надписание «Ле Давид», то есть «От Давида». И мы читаем начало этого псалма. Но прежде вернемся к надписанию. По Юнгерову это надписание указывает на сборник псалмов, содержащий псалмы Давида и других псалмопевцев, и принадлежавший пророчествовавшим после плена Агею и Захарии. Вот этим двум пророкам принадлежал этот псалом, то есть будучи псалмом Давида, он мог использоваться этими пророками. Или они составили свой псалом, отталкиваясь от тем, от тех выражений, которые в псалмах Давида. «Буду исповедаться Тебе, Господи, от всего сердца моего, и пред ангелами воспою Тебе, ибо Ты услышал все слова уст моих». По-славянски «Яка услышал, еси вся». «Яка услышал, еси вся». О чем это? Авторы этого псалма или авторы как бы говорят, что «буду благодарить Господа от всего сердца моего и пред ангелами воспою Тебя». То есть присоединюся как бы к лику ангельскому, к хору ангельскому, то есть встану на ангельский клирос, где-нибудь на облаках в небесах, и буду петь. «Ибо Ты услышал все слова уст моих». А что за слова? Может быть, речь идет о тэшума, покаянии, что псалмопевец раскаялся, примирился с Богом, и теперь, как некогда падший ангел, но готов вернуться в лоно действующих ангелов Божьих и пред ангелами воспевать Бога своего, то есть опять присоединиться к их согласному прославлению Творца. «Поклонюся храму святому Твоему». Эта тема присутствует в Псалтире, 5 Псалом, 8 стих. «И исповедую имя Твое за милость Твою и истину Твою, ибо Ты возвеличил над всем имя Твое Святое». Имя Твое Святое. Златоуст Феодоридзе Габен объясняет «Все, созданное Тобою, проповедует величие имени Твоего». Имеется в виду имя Господь, то есть Господь – это тот, который является Господином всего творения, таким Господином, который не устраняется от нужд творения, а принимает в них непосредственное участие. «Когда я призову Тебя, скоро услышь меня, силою Твоей умножь попечение обо мне и о душе моей». По-славянски «умножи», «умножи», «умножи» «попечение обо мне», то есть обо мне, как о человеке, именно как о физическом человеке, который нуждается там в хорошем воздухе, благорастворении воздухов, в чистой воде, в нормальной пище. «Умножь попечение обо мне», то есть как о плоском человеке, «о душе моей» и о душе моей. И вот когда мы произносим слова молитвы Господней, там есть слова «хлеб насущный, подавай нам на каждый день». Хлеб насущный в понимании отцов – это и хлеб материальный для тела, но прежде всего речь идет о хлебе духовном, для души, об евхаристическом хлебе, о котором сам Христос говорит, «я есть хлеб, сошедший с неба», то есть о теле Христа и о его крови, то, что освещает наше тело и освещает нашу душу, прежде всего душу. «Да исповедуют тебя Господи все цари земли, ибо они услышали все слова уст твоих». Здесь как бы немножко непонятно, а как все цари земли могли услышать все слова уст твоих, может быть, это пророчество, которое относится к временам последним, о которых сказано и проповедано будет сие Евангелие Царствие во свидетельство всем народам, значит, и всем царям, и тогда придет конец. То есть последний евангельский призыв будет глобальный, планетарного масштаба, «Да исповедуют тебя, то есть благодарят тебя, посвященные в твое величие, все цари земли дыкаются перед тобой, ибо они услышали все слова уст твоих». То есть именно в последние времена до всех людей, до всех правителей дойдут слова Божии при последней евангелизации. «И да воспоют пути», по-славянски «путех», «петь о путях», «воспевать пути» предлагается такое решение, «и да воспоют пути», то есть «да будут петь о путях», «о стезях Господних», «и да воспоют пути Господни», то есть стези, которые Он начертал для нас в домостроительстве нашего спасения, «ибо велика слава Господня». То есть Господь ведет нас иногда очень замысловатыми путями, стезями, но Он знает, почему и зачем, и для чего Он это делает. «Ибо высок Господь и на смиренное взирает». То есть хотя Господь высок и зрит и гордое, и высокомерное, но взирает на смиренное. То есть Он как бы не замечает гордецов и высокомерных. «Ибо высок Господь и на смиренное взирает, и превознесенное, то есть превознесенное, по-славянски высокое, то есть гордое, по Феодориту Кирскому, те, которые будут властвовать, издали знает». То есть Господь взирает на смиренных, объемляя своим взором, конечно, всех, а вот превознесенное, гордое, надменное. Господь издали знает, то есть Он не входит в общение с этими людьми. Это солома и терния, которые уже предназначены для огня. И седьмой стих. «Если я пойду среди скорби, ты даруешь мне жизнь». Смысл этих слов. «Ты даруешь мне теперь жизнь, но когда наступят времена тяжелые, вот с эти скорбей, ты тоже не оставишь меня. Ты даруешь мне жизнь, на гневных врагов моих ты простер руку твою и спасла меня десница твоя». А почему спасает именно десница Божия? Десница — это действие Бога, могучее действие, оправдывающее человека. А если бы речь шла об ашуице Божией, то слева от себя в день суда Христос поставит козлов. А овцы, преданные ему, будут стоять именно справа. То есть нечестивые, как бы издалека воспринимаются им, а скорбящие, верующие в него, они близки к его сердцу, их нужды, их переживания Господь понимает и зрит. И последний стих, восьмой, «Господь воздаст за меня». То есть Господь отомстит. Помните, как граф Толстой взял эпиграф к роману Анны Каренина слова из Писания «Мне отомщение и ась воздам». И вот псалмопевец восклицает «Господь воздаст за меня». То есть я даже не берусь сам кому-то что-то воздавать. Ведь Давид говорит о себе, что он делал добро даже тем, которые враждовали с ним. И в законе Божьем, кстати, сказано делать добро даже врагам. Это удивительно, но уже в пяти книжах мы находим, если ты увидишь там осла своего врага, который там упал, подними его и приведи его к врагу своему. «Господь воздаст за меня». То есть предоставим место гневу Божию, потому что наш гнев, он может быть глубоко субъективным и неоправданным. Мы не всегда понимаем мотивации тех людей, которые не соглашаются с нами, даже враждуют против нас. А что, если они в чем-то правы? А вот суд Божий, он будет абсолютно верным, без всяких каких-то таких субъективных решений. «Господь воздаст за меня». «Господи, милость Твоя вовек». То есть вся моя жизнь, весь мой век от начала до конца объемлется Твоей милостью. Дело рук Твоих не презирай. «Если ты создал меня, если ты благословил мне находиться девять месяцев в чреве матери, кто-то семь месяцев находился, неважно. То, что я родился, то, что я был ребенком, который питался состами в груди матери, то, что я был там мальчиком, вырос, стал мужем, для чего-то ты вел меня, для чего-то ты оберегал меня». И вот этот мотив здесь присутствует. «Дело рук Твоих не презирай. Ты создал меня для чего-то». А Господь создал мир для себя. И Господь – это тот Господь, который не хочет смерти грешника, но, как сказано в Дом Завете, но который хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры. веры.